Всем привет! Это канал Any Nails. В этом видео мы сделаем наращивание на гелевые типсы. Я покажу, как их закрепить, покажу, чем отличаются именно эти гелевые типсы от других гелевых типсов, как их закреплять и с какими сложностями вы можете столкнуться. У меня вот произошла проблема, и я расскажу, почему она произошла, и также, как этого избежать. И давайте начнем к тому, чтобы уже подготавливать ноготочки. У меня сделан маникюр, и я убрала всю пыль, протерла жидкостью для обезжиривания, чтобы все хорошо обезжирить, забафила ноготок, точнее взяла жесткую пилочку и приподняла чешуйки. Они приподнимаются при помощи пилки, когда вы запиливаете ноготок в одну сторону обязательно. И далее вы наносите праймер. Праймер сохнет на воздухе, далее мы наносим какую-то эластичную базу в тонкий слой. Я не стараюсь поднести сильно близко к кутикуле, но при этом обязательно все-таки стараюсь именно прокрасить, чтобы потом просто меньше дел не было. Все прокрасили, сохнет все в лампе. Пока сохнет, я покажу вам типсы. Вот такие гелевые типсы. Они не полностью на весь ноготок идут, а только на кончик, что помогает как раз наложить гель сверху без какого-то объема. То есть вы можете наложить любой гель, либо сделать какой-то дизайн объемный, и тем самым ваши ногти не будут сильно широкие и большие. Часто такое случается, но думаю, вы уже сталкивались, если пробовали гелевые типсы, что у вас получаются слишком широкие ногти, потому что сама типса тоже занимает какое-то место на ноготочке, то есть уже есть какой-то объем, и всегда он потом мешает что-то выложить более объемное на ногтях, сделать какое-то выравнивание гелем или что-то подобное. Поэтому решила попробовать вот такие типсы. Они уже забавлены снизу, поэтому я просто притила их жидкостью. Нанесла ту же самую эластичную базу немножечко, хотя немного переборщила, но это все было в первый раз, так что ошибки могут быть. И наносим вот на эту часть, где будет именно на ноготочке, прислоняем вот к этой части как раз ноготка, и опускаем вниз, чтобы вышел весь воздух, и подсушиваем при помощи LED-фонарика где-то секунд 5, этого достаточно, далее сушу в лампе. Вот с этим ноготочком произошла такая проблема, я неправильно его поставила. Как видите, я немного дальше завела вот эти усики, чуть дальше наклеила, хотя оно уже не подходило под этот размер, то есть дальше у меня идет ноготок на сужение, и поэтому эти усики торчат, и совершенно они будут сейчас мешать, мне придется их выпиливать. В общем, это будет дикая проблема, мне нужно было ее сделать все-таки немножко дальше. Ну и как видим, типсы уже начинают тоже заужаться, и мне не хватило боковой стороны немножечко. Ну ничего страшного, это тоже можно все исправить, подпилить, и все будет отлично. Все ноготочки другие у меня получились просто супер великолепно. Единственное, что вот эти, вот эта форма, это получается квадрат, и именно арочный квадрат, и поэтому лучше всего делать именно арочный квадрат. Попробовала я из этих форм сделать миндали потом, но скажу сразу, что мне не особо понравилось, потому что они получились немножко сдернуты, но все, потому что я клеила именно ориентируясь на форму квадрат, поэтому из этой формы, я думаю, и рекомендую вам все-таки делать именно форму квадрат, либо что-то похожее на квадрат, не знаю, валерину допустим, и то подумать нужно. В общем, квадрат вот прям идеально, арочный квадрат, супер все получается. Вот так берем простую кукурузку, даже не брала какую-то с тонким кончиком, просто взяла кукурузку и просто убираю ступеньку, прохожусь именно по гелевой типсе, не по ноготочку. Ну и это все убираем, все эти усики, которые нас торчали, тоже убираем. Далее я беру типсорез, он очень круто отрезает гелевые типсы, их нужно именно в этот момент подрезать. Если они уже будут гелем, либо с базой, с топом, еще с чем-то, это все может потрескаться. Поэтому делаем это именно сейчас. Далее я немножко подровняла форму, совсем немного, потому что я потом все равно буду подпиливать и не заморачиваюсь. После того, как мы все запилили, пафиком убрали все махнушки, мы можем приступать к тому, чтобы открывать чем-то сверху. Я взяла свой любимый гель от опции и сначала нанесла тонкий слой геля, далее сделала выравнивание. Для чего мне нужен был зажим, который я вам показала до этого. Все для того, что я еще решила поджать, для того, чтобы форма еще лучше была. Я решила проверить, будет ли поджиматься форма, когда у нас все-таки гель лежит на всей ногтевой пластине, а гелевая типса идет только с краю, ну то есть именно в свободном крае. И она поджалась, она отлично поджалась, что меня вообще обрадовало, поэтому я, наверное, буду сейчас, так скажем, делать наращивание еще и при помощи вот этих гелевых типсов, потому что в последнее время я что-то разлюбила эти гелевые типсы, потому что они очень такие объемные и сверху что-то положить, а я люблю гель, сложно, лучше все-таки базы, либо сразу уже цвет. В общем, это заставляло какой-то дискомфорт у меня, поэтому я попробовала вот эти типсы и мне все понравилось. Так что буду пробовать. Вот такой у меня результат получился. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и, конечно же, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые полезные видео. В следующем видео я покажу вам, как нанести гель-лак именно для новичков, чтобы под кутикулу, чтобы без отеков. Если вам интересно, то скоро выйдет это видео, я оставлю обязательно ссылочку на это видео, так что не пропустите. А на этом все. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok